В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О том, какой стала эта среда для жителей Рязани и области, вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Паводка – опасный период. В настоящий момент в регионе подтоплено более десятка переправных мостов. Капитальный ремонт в действии. Крыша одного из домов Рязани начала протекать после ремонтных работ. Художники шутят. В художественном салоне «Палитра» открылась выставка карикатур и шаржей. На территорию Центральной России наконец-то пришла весна. Резкое потепление привело к таянию снега, а следовательно и началу весеннего паводка. На данный момент, по информации сотрудников МЧС, подтоплено порядка десяти переправных мостов. В одной из отрезанных половодьем от социально важных объектов деревень с инспекции приехал отряд МЧС во главе с начальником Главного управления МЧС России Паризанской области Сергеем Филипповым. Еще вчера воды на этом мосту не было. Однако за ночь ее уровень поднялся на 40 сантиметров. Сейчас он составляет метр двадцать. Практически ежечасно уровень воды поднимается на 20 сантиметров. Дорогу на село Красное Яблочко подтапливает каждую весну. Причина – река Пара, которая ежегодно выходит из берегов. Когда-то здесь был переправочный мост, а теперь от него практически ничего не осталось. За несколько десятков лет, когда происходит подобный катаклизм, местные жители уже научились жить отрезанными от всего мира. Например, несколько раз в неделю к шлагбауму подъезжает машина с товарами, аналог магазина. И сельчане покупают себе все необходимое. С лекарствами проблем тоже нет. В настоящий момент в селе Красное Яблочко проживает всего 12 человек, двое из которых – инвалиды. С лекарствами обеспечены полностью, Сергей Иванович, надолго. Поэтому у нас проблем никаких нет. Пролечились бабушки. Одна бабушка сейчас в больнице лежит. Поэтому мы всех обошли. И, наверное, сто раз уже их обошли. С каждым беседовали. У нас таких проблем не возникает. Последние два года у жителей деревни появилась моторная лодка. На обоих участках дороги, которые теперь смело можно назвать берегами, дежурят спасатели. И хоть реку пересекают не так часто, помощь их все равно важна. Добраться до села не так-то просто. Лодочная переправа, а затем поездка на УАЗике, которому уже четверть века. Село Красное Яблочко – одно из многих, которое полностью отрезает водой от объектов социального значения. Посмотреть, как местные жители справляются с природным явлением, приехал начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов. Экскурсию ему провела единственная школьница – 10-летняя Анна. Она вместе с начальником главного управления МЧС навестила местных жителей. Люди практически всем довольны. Благодаря различным службам жизнь в селе продолжается. Я как начальник главного управления МЧС России Паризанской области удовлетворен той работой. Здесь и наша пожарная охрана мы переместили, пожарный автомобиль, и медицина работает. Я также поговорил с дежурным по ОВД Сапожковского района, где обсудили вопросы, что участковый также держит на контроле. И те мероприятия, чтобы не было нарушено жизнеобеспечение населения, данные населенного пункта, все выполнены. Единственное, о чем просили местные жители – это построить переправочный мост. Сергей Филиппов рассказал, что работа в этом направлении ведется. В настоящий момент все переправочные мосты в области взяты на городской контроль. Село Красное Яблочко – один из шести населенных пунктов, которые отрезаны от других. По прогнозам сотрудников МЧС, их количество будет только увеличиваться. Мы прогнозируем, что наиболее опасное половодие ожидается с 9 апреля по 15-20 апреля. И это будет пик, так скажем, половодия, где, возможно, будут отрезаны, перелиты отставить около 22 мостов и подтоплено или отрезаны около 25 населенных пунктов. Сергей Филиппов отметил, что самая главная задача сейчас – это опережать поводок, а не идти позади него. Для этого ведется непрерывная работа. Ежегодно проводятся беседы с местными жителями и представителями различных экстренных служб. В каждом из отрезанных населенных пунктов дежурят пожарный автомобиль, фельдшеры и спасатели. Есть и положительные примеры, такие как деревня Терехово в Шиловском районе и деревня Бутырки. Там построены переправочные мосты и организованы работы спасательных служб. Теперь к этому уровню важно приблизить и другие населенные пункты. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В Рязанской области для реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту в 2019 году не хватает почти 4 миллиарда рублей. Об этом 3 апреля на заседании регионального правительства заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. По предварительным расчетам, стоимость капремонта должна составить более 5 миллиардов рублей. Но направить в регионе могут только около полутора миллиардов. И то при условии, что собираемость будет не менее 90%. По имеющимся данным, в 2017 году собираемость взносов составила 90,4%. В этом же году она пока намного меньше, всего 84%. Стоит заметить, что после истории, которая будет рассказана в следующем сюжете, становится понятно, почему люди не стремятся оплачивать капитальный ремонт. Кошмар жильцов пятого дома по улице Бутырки начался с тех пор, как в 2015 году им сделали капитальный ремонт крыши. Именно тогда они подружились с тазиками, ведрами и тряпками. 24 квартиры просто затопило. Прошло три года, а страшный сон и не думает заканчиваться. Новая подрядная организация устранила ошибки прежней. Теперь крыша не течет, но последствия остались страшные. Трещины на стенах и разрушающаяся кладка – вот результат недобросовестной работы. У нас рушится кладка между 12 и 11 этажом. Вот эти три этажа, даже кирпичи выходят. Мы тоже обращались, это была комиссия. Они сказали, вызывайте монтажников и сотников, нужно брать какую-то пробу кирпича, отчего разрушение. Разрушение только единственное, что я могу сказать, это протечки, потому что у нас все текло, крыши здесь постоянно, ее просто латали. У Ольги Фархулиной до сих пор нет света на кухне, но все бы ничего, да есть еще одна серьезная проблема. Жители в шутку называют свой дом проклятым, уж слишком много свалилось на них несчастье. Теперь самое главное, чтобы не свалилась крыша протекающего козырька, который даже не успевает высыхать. Эта проблема существует уже пять лет, но компетентные органы решать ее не торопятся. Мы обращались в фонд капитального ремонта, но никаких от них этих я не вижу результатов. 17 января я ходила, писала заявление. В 20-х числах к нам пришла комиссия во главе директора, сказали, мы вам дадим ответ. Но уже прошло два месяца, никаких результатов нет от них, я не знаю, чего ожидать. В 12-ти этажке проживают почти 300 человек и все боятся выходить из подъезда. Родители с детьми, инвалиды и старики с опаской смотрят на промокший потолок. Опасаемся самой главной трагедии, потому что козырек, вы сами знаете, люди выходят, он может разрушиться, последствия будут очень печальные. Никак мы не можем вот эту проблему решить. Я вот не понимаю, мы же не специалисты, ну что тут такого трудного вот этот козырек сделать. Дождь, снег, любая непогода могут стать началом большой беды. Нынешний подрядчик уверен, что они всю работу выполнили качественно и протекающая крыша козырька в этой ситуации не является гарантийным случаем. В смете не был заложен ремонт ливневой канализации. Я так думаю, что в этой части ливневой канализации имеется трещина. И вода, которая попадает в нее, размывает часть потолочного перекрытия плиты и, соответственно, попадает на участок стены. Из-за этого вода попадает в плиту и происходит ее размыв. Еще одна причина, которую называет подрядчик, это засор ливневой канализации. Действительно, то, что открыл стаивший снег, поражает своим разнообразием. Бутылки, пузырьки, окурки и шприцы. Конечно, всего этого здесь быть не должно. И тут возникает извечный вопрос, кто виноват и что делать. В любом случае, если ситуация не изменится в ближайшее время, жители планируют написать заявление в прокуратуру. Может быть, тогда ЖИО номер 19 и жилищная инспекция начнут принимать меры. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С апреля этого года в силу вступает ряд изменений в законы, которые коснутся различных сфер жизни граждан России. Так, с 1 апреля повысится размер социальных пенсий. Прибавка составит порядка 255 рублей. Коэффициент планируемой индексации – 2,9%. Именно с апреля, по всей видимости, начнется подорожание иномарок. Связано это с тем, что с 1 апреля повышается утилизационный сбор на импортируемые в Россию автомобили. 7 апреля вступит запрет на распространение лотерей. Теперь дети до 18 лет не смогут приобретать лотерейные билеты, а также участвовать в онлайн-лотереях. Если выигрыш будет превышать 15 тысяч рублей, получить его можно будет только по паспорту. С 28 апреля правила дорожного движения будут дополнены вафельной дорожной разметкой и соответствующим дорожным знаком. Этот знак обращает внимание водителя на то, что перекресток является перекрестком с ограниченным въездом при сложном трафике. На такой перекресток будет запрещено въезжать, если впереди по пути следования образовался затор, чтобы не создавать препятствия для других транспортных средств, движущихся в ином направлении. За нарушение этих предписаний будет полагаться штраф 1000 рублей. Ну и последнее. 30 апреля объявлена крайней датой для отправки заявления о льготах по налогам на имущество. 8 апреля православные христиане отметят праздник светлой Пасхи. С ним связано огромное количество традиций. Так, именно к этому дню принято красить яйца, печь куличи и готовить специальное блюдо из творога, которое называется так же, как и праздник Пасха. Некоторые хозяйки привыкли делать все своими руками. Ну а для тех, у кого попросту не хватает на это времени, в городе начали работу пасхальные ярмарки. Яйца, мед, творог, молоко. На пасхальной ярмарке, которая начала свою работу в среду 3 апреля, на площади Победы представлено все, что может понадобиться для подготовки к празднику светлой Пасхи. Цены здесь немного ниже, чем в целом по городу, а за качество и свежесть продуктов вручаются производители. Кроме того, здесь можно приобрести уже готовую продукцию, например, Пасху. В составе творог 9% сливки, масло сливочное, ваниль, цукат и изюм. Она готова к употреблению, добавлять ничего не надо. Купить здесь можно и пасхальный кулич. Представители регионального Минсельхоза сообщили, что всего к Пасхе рязанские пекарни изготовят около 100 тонн куличей различным весом и из различного теста. Куличи у нас двух видов. Мало того, что они различаются по весу, так они еще различаются по составу теста. Есть куличевое тесто, то есть оно более воздушное и менее сладкое на вкус. А вот это вот куличики, они у нас сделаны, кексовое тесто. Кексовое тесто. Оно и послаще, и поплотнее, побольше изюмчика, то есть больше рассчитано на детишек, скажем. На пасхальной ярмарке, которая начала свою работу на площади Победы, можно не только приобрести все необходимое к празднику, но и попробовать продукты, которые предлагает рязанский производитель. Приготовление кулича в домашних условиях – целое искусство, требующее не только умений, но и времени. Именно поэтому большинство хозяек предпочитают покупать уже готовую продукцию. Ты печь, ты тоже уже здоровья нет. Иногда времени не хватает, чтобы кулич дома самой испечь. И потом, может, так и не получится. И, может, не так вкусно будет. Яйца – другой вопрос. Яйца интересны даже детям, например. А кулич мы всегда покупаем. Действительно, красить яйца большинство предпочитают сами. Кто-то делает это специальными пищевыми красками, но многие по старинке используют луковую шелуху. На беленькое яичко положу зелененький листочек, обмотаю марлечкой и в шелуху. Снимешь, когда там получается цветочек зелененький, беленький. Пасхальная ярмарка на площади Победы будет работать в течение трех дней – 3, 4 и 5 апреля с 9 утра до 6 вечера. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Первое апреля давно осталось позади, но отголоски этого дня, по всей видимости, будут слышны на протяжении всего месяца. Так, буквально на днях в художественной галерее «Палитра» прошла презентация выставки под названием «Художники шутят». Весна – время вдыхать ароматы просыпающейся природы, наслаждаться теплым солнышком и, конечно же, улыбаться. И Всемирный день смеха, который отмечается 1 апреля, здесь совсем ни при чем. Хотя именно к этому празднику организаторы приурочили выставку, которую решили назвать просто «Художники шутят». Это было рабочее название, то есть была идея сделать выставку именно вот этого направления – шуточного, карикатуры, чего-то такого веселого. Но чтобы это было сделано все-таки профессионалами, и нам удалось их собрать. Спасибо им за это. И вот в ходе подготовки ничего лучше не родилось. Карикатуры, шаржи и просто шуточные работы, написанные в разное время пятью рязанскими художниками, сегодня можно увидеть в небольшом выставочном зале галереи палитра. Среди авторов веселой экспозиции такие известные художники, как Максимилиан Пресняков, Сергей Абакумов, Влад Ефремов, Надежда Блинова. Кстати, именно ей принадлежат две серии работ, глядя на которые никогда не скажешь, что их писал один человек. Первое – графические работы, главные герои которых – привычные для нас предметы, представленные в необычных, можно сказать, сказочных ситуациях. Например, вилки и ложки «Танцующий твист». Ну а рядом с теплой графикой соседствуют картины, напоминающие радужные детские рисунки, глядя на которые невозможно не улыбнуться. Работы очень разные. Есть работы, которые можно просто посмотреть, посмеяться. Есть работы, в которых есть, я бы сказал, даже философский смысл, где улыбка так чуть-чуть, а содержание достаточно глубокое. Также среди участников и наш коллега Георгий Титов. Подобным творчеством он занимается уже около 18 лет. На выставку Георгий представил политическую, социальную и просто сатирическую карикатуру. Большинство из этих работ были подготовлены автором как иллюстрация его публикаций в печатных СМИ. Здесь несколько работ из цикла «Байки Евгения Николаевича Коширина». Там, например, скетчи о полицейских для одного интернет-портала. Тут рисунки нарисованы, сделаны к олимпиаде в Сочи 2014 года, когда, например, факел спускали в космос или пускали на дно океана. Ну и другие разные работы, например, для журналов. Все представленные на выставке работы наверняка заставят вас не раз улыбнуться, а может быть и задуматься о многих социальных явлениях общества, которые на карикатурах выглядят смешно, а вот в жизни не очень. В любом случае вы наверняка получите массу позитива и заряд положительных эмоций, что просто необходимо каждому, особенно весной. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok